Позволь мне продолжить разговор об иммиграции. Это было то, о чем ты хотел поговорить ранее. Так что давай вернемся к твоему предложению о депортации, на которое вице-президент тоже отреагировал. Президент Трамп, вы называете это крупнейшей внутренней операцией по депортации в истории нашей страны. Ты говоришь, что использовал бы Национальную гвардию. Ты говоришь, что если ситуация выйдет из-под контроля, у тебя не возникнет проблем с использованием вооруженных сил США. Ты также сказал, что воспользуешься услугами местной полиции. Как бы вы депортировали 11 миллионов нелегальных иммигрантов? Я знаю, ты веришь, что это число намного больше. Проведи нас через это. На что это похоже? Будут ли власти ходить от двери к двери в этой стране? Да. Из-за них она стала намного выше. Они разрешили преступникам многим-многим миллионам преступников. Они разрешили террористам. Они разрешили обычным уличным преступникам. Они разрешили людям въезжать в нашу страну. Накоторговцам въезжать в нашу страну. И вот теперь я в Соединенных Штатах, и такие страны, как Венесуэла, говорят мне, никогда не возвращайся, или мы тебя убьем. Ты знаешь, что уровень преступности в Венесуэле и в других странах по всему миру значительно снизился. Знаешь почему? Потому что они забрали своих преступников с улицы и передали их ей, чтобы она переправила их в нашу страну. И это будет одной из величайших ошибок в истории, которую они допустят. И я думаю, что они, вероятно, сделали это, потому что, думаю, что получат голоса избирателей. Но это того не стоит. Потому что они разрушают структуру нашей страны тем, что они сделали. Никогда еще ничего подобного не делалось. Они разрушили основы нашей страны. Миллионы людей впускают нас. И во всем мире уровень преступности снизился. По всему миру, кроме этого места. Преступность здесь зашкаливает. Несмотря на их лживые заявления, которые они сделали, преступность в этой стране зашкаливает. И у нас появилась новая форма преступности. Это называется преступлением против мигрантов. И это происходит на таких уровнях, которые никто не считал возможными. Президент Трамп, как вы знаете, ФБР утверждает, что общая преступность с применением насилия в этой стране действительно снижается. Извини меня, ФБР. Они фальсифицировали показания. Они не включали в себя худшие города. Они не включили города с самой высокой преступностью. Это было мошенничество. Точно так же, как их число в 818 рабочих мест, которые, по их словам, они создали, оказалось мошенничеством. Президент Трамп, спасибо вам. Я позволю вам ответить, вице-президент Харрис. Ну что же, я думаю, это так богато. Это исходит от человека, который был привлечен к ответственности за преступления против национальной безопасности, экономические преступления, вмешательство в выборы. Он был признан виновным в сексуальном насилии. И его следующее крупное выступление в суде состоится в ноябре для вынесения приговора по его собственному уголовному делу. И давай внесем ясность, где каждый человек стоит по вопросу о том, что важно в соблюдении верховенства закона. При всем уважении к правоохранительным органам, бывший вице-президент призвал прекратить финансирование федеральных правоохранительных органов 45 агентами. Пойми это на следующий день после того, как ему было предъявлено обвинение по 34 пунктам уголовного преступления. Итак, давай поговорим о том, что важно в этой гонке. Очень важно, чтобы мы двигались вперед. Давай перевернем страницу с этой старой, надоевшей риторикой. И обращайся к нуждам американского народа. Обсуди, что нам нужно сделать с нехваткой жилья. На этот счет у меня есть план. Обратись к тому, что мы должны сделать, чтобы поддержать наш малый бизнес. Обратись к снижению цен на продукты питания. Но, честно говоря, американский народ устал от одной и той же старой игры в шины. Вице-президент Харрис, спасибо вам. Извините меня. Каждое из этих дел было возбуждено ими против их политического оппонента. И я выигрываю большинство из них, а остальные выиграю в апелляции. И ты убедился в этом на примере решения, которое совсем недавно было вынесено Верховным судом. Я выигрываю большинство из них. Но это всего лишь случай. Это называется превращение в оружие. В этой стране такого никогда не случалось. Они вооружили Министерство юстиции. Каждое из этих дел было связано с Министерством юстиции. От Атланты и Фарни Уиллиса до Генерального прокурора Нью-Йорка и окружного прокурора в Нью-Йорке по каждому из этих дел. А потом они говорят, «О, он преступник». Это они заставили их пойти за мной. Кстати, Джо Байден был признан по существу виновным по делу о документах. А что случилось с моими документами? Они сказали, «О, это самое сложное из всех. Это полная безоговорочная победа. Два месяца назад его выбросили. Это превращение в оружие. И они использовали его. И такого никогда не случалось в этой стране. Они использовали это, чтобы попытаться выиграть выборы. Они поделывают дела. Президент Трамп, спасибо тебе. Вот вам действительно быстрый ответ вице-президента Харриса на эту идею превращения Министерства юстиции в оружие». Что же, давайте поговорим об экстремизме и поймем контекст, в котором проходят эти выборы в 2024 году. Верховный суд Соединенных Штатов недавно постановил, что бывший президент, по сути, будет застрахован от любых неправомерных действий, если он снова войдет в Белый дом. Пойми, это тот, кто открыто заявил, что покончит с собой. Я цитирую, «Отменить действия Конституции Соединенных Штатов, чтобы он использовал Министерство юстиции в качестве оружия против своих политических врагов». Кто-то, кто открыто выразил презрение к военнослужащим нашей армии. Пойми, что бы это значило, если бы Дональд Трамп вернулся в Белый дом без ограждений, потому что теперь мы точно знаем, что суд его не остановит. Мы знаем, что Джей Ди Вэнс не собирается его останавливать. Это зависит от американского народа. Вице-президент, чтобы остановить его. Спасибо вам. Линдзи. Вице-президент Харрис, вы в последний раз баллотировались на пост президента. Это тот, кто применил оружие, а не я. Она применила оружие. Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии. Я представляю угрозу демократии. Они представляют угрозу демократии. Россия, Россия, расследование в России. Нам действительно нужно многое получить. Это ни к чему не привело. Нам еще многое предстоит сделать. Линдзи. Вице-президент Харрис, во время вашей последней предвыборной кампании на пост президента, вы сказали, что хотите запретить гидроразрыв пласта. Теперь вы этого не сделаете. Вы хотели обязательных государственных программ выкупа штурмового оружия, а теперь ваша кампания говорит, что вы этого не делаете. Ты поддержала декриминализацию пересечения границ. Теперь ты занимаешь более жесткую позицию. Я знаю, ты говоришь, что твои ценности не изменились. Так, почему же тогда так много ваших политических позиций изменилось? Так что мои ценности не изменились. Я собираюсь обсудить каждую из них. По крайней мере, каждое замечание, которое ты высказала. Но в частности, давайте поговорим о гидроразрыве пласта, потому что мы здесь, в Пенсильвании. Я очень ясно дала это понять в 2020. Я не буду запрещать гидроразрыв пласта. Я не запрещала гидроразрыв пласта как вице-президент Соединенных Штатов. И на самом деле, я была инициатором голосования по закону о снижении инфляции, который открыл новые возможности для гидроразрыва пласта. Моя позиция заключается в том, что мы должны инвестировать в различные источники энергии. Таким образом, мы уменьшаем нашу зависимость от иностранной нефти. У нас был самый большой рост внутренней добычи нефти в истории из-за подхода, который признает, что мы не можем чрезмерно полагаться на иностранную нефть. Поскольку это относится к моим ценностям, позволь мне сказать тебе. Я выросла ребенком из среднего класса, воспитанной трудолюбивой матерью, которая работала, откладывала деньги и смогла купить наш первый дом. Когда я была подростком, я привожу ценности, связанные с важностью владения домом, зная, что не всем преподносит 400 миллионов долларов на блюдечке с голубой каемочкой. А затем шесть раз объявляют о банкротстве. Это ценность, которую я привношу в свою работу. Я хочу сказать, что мы собираемся сотрудничать с частным сектором и домостроителями, чтобы увеличить количество домов на 3 миллиона. К концу моего первого срока количество домов увеличилось на 3 миллиона. Моя работа связана с тем, что у меня была подруга, когда я училась в старшей школе, которая подверглась сексуальному насилию со стороны своего отчима. И тогда я сосредоточилась на защите женщин и детей от насильственных преступлений. Это основано на ценности. Это глубоко укоренилось в важности заступничества за тех, кто наиболее уязвим. Моя работа, связанная с защитой социального обеспечения и медицинской помощи, основана на многолетней работе, которую я проделала, защищая пожилых людей от мошенников. Мои ценности не изменились. И что важно так, это то, что есть президент, который действительно несет ценности. И точка зрения, которая заключается в том, чтобы поднимать людей вверх, а не унижать их. Ты еще и обзываешься. Истинный показатель лидера, и это лидер, который на самом деле понимает, что сила не в том, чтобы подавлять людей. Все дело в том, чтобы поднимать настроение людям. Я намерена стать этим президентом. Президент Трамп, вы правы. Ну, во-первых, мне не давали 400 миллионов долларов. Хотел бы я, чтобы это было так. Мой отец был строителем в Бруклине, Бруклин-Квинс, и замечательным отцом. И я многому у него научился. Но мне была дана лишь часть этого, крошечная часть, и я вложил ее во многие, многие миллиарды долларов, во многие, многие миллиарды. И когда люди видят это, они даже удивляются. Так что нам не обязательно говорить об этом. Гидроразрыв пласта. Она была против этого в течение 12 лет. Откажись от помощи полиции. Она всегда была против этого. Она отказалась от всего этого очень неправильно, очень ужасно. И все над этим смеются. Ясно? Они все смеются над этим. Она отказалась по меньшей мере от 12, а возможно и от 14 или 15 различных страховых полисов. Типа она была большой сторонницей отказа от помощи полиции. В Миннесоте она вышла на улицу. Подожди минутку. Я говорю прямо сейчас. Если ты не возражаешь, пожалуйста. Тебе это не кажется знакомым? Она ушла. Она поехала в Миннесоту и хотела отпустить преступников, которые убивали людей, которые сожгли Миннеаполис дотла. Она вышла и собрала деньги, чтобы вытащить их из тюрьмы. Она делала такие вещи, о которых никто никогда бы не подумал. Теперь она хочет делать трансгендерные операции нелегалам, которые находятся в тюрьме. Это радикальный левый либерал, который мог бы это сделать. Она хочет конфисковать твое оружие и никогда не допустит гидроразрыва пласта в Пенсильвании. Если она победит на выборах, гидроразрыв пласта в Пенсильвании закончится в первый же день. Просто хочу закончить одну вещь, которая, на мой взгляд, очень важна. Итак, я запустил нефтяной бизнес так, как никто никогда раньше не делал. Они забрали меня. Когда они захватили власть, они избавились от этого, начали избавляться от этого, и цены взлетели до небес. Они немедленно отпустили этих парней туда, где они были. Я был бы в пять раз, в четыре раза, в пять раз выше, потому что ты говоришь о трех с половиной годах назад. Они довели дело до того, что я был там, потому что у них не было выбора, потому что цены на энергоносители выросли вчетверо и удвоились. Ты видел, что случилось с бензином? Итак, они сказали, давай вернемся к Трампу. Но если она победит на выборах, то на следующий день после выборов они снова начнут разрушать нашу страну, и нефть исчезнет, ископаемое топливо исчезнет. Мы вернемся к ветреным мельницам и вернемся к солнечной энергии, где им нужна целая пустыня, чтобы получить хоть немного энергии. Ты когда-нибудь видел солнечную электростанцию? Кстати, я большой поклонник солнечной энергии, но они забирают 400-500 акров пустынной земли. Президент Трамп, это вредно для окружающей среды. Спасибо тебе. Линдси, спасибо тебе. У нас выборы всего через 56 дней. Я...